Всем приветик! Всем доброе-доброе утро! Восемь часов утра. Кирюха собирается в школу. Я собираюсь, ну как всегда, по своим утренним планам. Что, котик? Судрая не сдерживает свой гнев, еще мне глубоко пофиг на людей, которых я не знаю или знаю, но они мне не близки. Забыла, еще не умею проявлять любовь. Супер. Короче, Кира, расскажи, в кого ты влюбилась? Все знают, что я люблю Дэймона. Но он здесь 21, ему 43 года, а он вообще не пострелял. Значит, его можно любить мне. Пошла в жопу. Да? Да. Пошла в жопу, ты, надеюсь, мне не сказала? Это она, если что, сказала вот этому вот зверю, который ходит за мной по пятам и кидается на меня. Который кидается на мой бусик. Что случилось? Я не знаю, почему он сказал бусик, но ладно. Ага, да, снег, да. А у меня на губе выскочила вавка. Представляете, даже без каких-либо признаков того, что она у меня выскочит, все было хорошо, то у меня всегда бывают признаки, начинает она там что-то першить, першить. Я начинаю пить ацикловир или гирпевир, таблетки. У меня все проходит. Тут вечером просто легла спать, утром проснулась уже все, полгуба, полгубы у меня некрасивые. Вот теперь я буду такая ходить, некрасивая, да, снег? Да. Я знаете, что сегодня думаю? Я из-за того, что уже все, блин, поубирала в этой квартире, и мне больше нечего убирать, я думаю, что я сегодня все-таки залезу вот в ту вот самую нижнюю тумбочку, посмотрю, что там есть, и подумаю, что там можно выкинуть, а что там можно не выкинуть. Потому что кирин стол, я бы уже и киринным столом занялась, но мне пока нужен шкаф. Вот когда будет шкаф, тогда у меня будет просто самый, наверное, лучший день в жизни. Я буду все перекладывать, раскладывать, красоту делать, везде все убирать, чтобы нигде ничего лишнего не было. Ну что, реально, меня эта косметика здесь просто трешово бесит. Спрашивали меня много раз, почему я не куплю кире столик для косметики, косметический столик, или как он еще по-другому называется. Его ставить некуда, ребята, просто его некуда ставить. Это вся наша жилая площадь, и просто куда? Сюда? Здесь нету места. Туда? Там нету места. Сюда? Там нету места. Посреди комнаты его поставить? Тоже не вариант. Поэтому косметического столика у нас нету, и его не будет здесь, в этой квартире. Вот, поэтому надо как-то решать вопрос с этой косметикой, которая вот там на подоконнике стоит. И, конечно, просто трешово смотрится. Реально просто трешово смотрится. Короче, я кустак. Шторы, шторы. Опять по поводу штор меня много спрашивали. Ребята, если мы здесь делаем шторы, наша квартира сразу же уменьшится. Реально в больших размерах. Поэтому шторы здесь нам не нужны, потому что как будто идет продолжение. На балконе тоже мне предлагали, я тоже уже об этом думала, увеличить комнату за счет балкона. Но понимаете, что на балконе у нас тоже по типу кладовки. Так как у нас нету здесь кладовки, балкон у нас по типу кладовки. Там, короче, просто иногда бывает склад, как вы видели вчера. Вот, поэтому балкон у нас, грубо говоря, шкаф для вещей, которые не должны находиться в комнате. Поэтому балкон у нас остается и никуда не делается. На балконе Кири сделать комнату тоже не получается, потому что там на самом деле прохладненько как бы. Он не утеплен у нас, балкон. Он просто застеклен, но не утеплен. Вот такие вот делишки, вот такие вот детишки. Зверь. Пошла я Кирю провожать в школу и собираться идти с собаками. Что ты там ищешь? Пробираю от себя. Я хочу достать отсюда. Это тебе не надо? Почему? Потому что вроде карандаш хороший. Он без стирачки, а я купила со стирачкой. Ясно. Понятно. Значит, этот карандаш без стирачки. Можно положить в тумбочку карандашей без стирачки. Опять у Киры здесь в тумбочке красотища. Я тебе книжку положила, отдашь, хорошо? Да, у меня глаза раута, посмотри. Да потому что ты не выспалась. Ты когда высыпаешься, просыпаешься, у тебя все идеально. А когда нет, начинается асимметрия лица. И вообще асимметрия лица у каждого человека. У меня тоже такая же штука. Так что не переживай. У меня точно так же, только по утрам. Где-то что-то подпухает, и происходит не очень приятный момент, когда ты на себя смотришь утром. Да отстань ты от меня, ну! Что ты хочешь? Боже мой! Ну всё! Кир, он меня скушает, когда ты уйдёшь. И всё, съест меня, и всё. И что я буду делать? Ты возьми на всякий случай ключи, а то придёшь, и я тут уже съедена котом. У меня есть. У меня есть. У меня есть. Да, тяжёлая книга, там донесёшь, сразу же отдашь. Люблю, целую, хорошо быть и люблю. Пока-пока. Всё. Теперь нужно выгулять собак и купить себе кофе, потому что я очень сильно хочу кофе. А он что-то хочет, я не знаю. Вот реально не знаю, что я ему сестра дала покушать. Он съел, потом это всё вырвал, и теперь ходит, опять просит. Понимаете? Опять ходит, просит. А я не даю. Даю желудку немножко подумать о своём поведении, чтобы не переводить корм зря. Тайно? Тайно. Знаете, мне тут недавно написали комментарий, что в... Блин, наверное, так неудобно. Мне так вот удобнее. Что в церковные праздники нельзя убирать, нельзя стирать, нельзя там делать разные разности. Короче, я скажу, что это всё бред, бредович, потому что я даже специально подписалась на канал одного... В ТикТоке, короче. на канал одного священника, и как раз он рассказывал про эти все предрассудки, которые придумывают люди. Так вот, на самом деле, нету такого правила в церквях, нету такого закона, что в церковные праздники нельзя убирать. Этого нельзя делать, если это мешает каким-то христианским... законом, там, типа, что ты не можешь пойти в церковь, если ты в неё ходишь, или ещё какие-то такие вещи, но делать это можно, если тебе от этого хорошо, и на самом деле чистота должна быть всегда. Меня больше всего удивляют люди, которые завешаны иконами, и когда заходишь к ним в квартиру, в дом, и смотришь на вот эту вот полку с иконами, и эта полка вся ни разу не была тронута, со слоем огромной пыли. У меня, кстати, были такие знакомые, которые просто именно вот иконы-иконы, а эти иконы ни разу не трогались, и ни разу не вытирались. Вы считаете, что Бог любит грязь? Нет, Бог любит чистоту, и вообще все любят чистоту, поэтому я считаю, что это всё бред, и если тебе хочется делать чистоту, то, значит, ты это должен делать, и не следовать каким-то там непонятным, а-ля типа законам. Вот. Так что, ребята, вот такие вот делишки. Опять потеряла маски, теперь одинаковые эти. Одинаковое нижнее бельё, и теперь каждый раз смотришь по этому, по размеру, где чей размер. Короче, я сейчас хочу разложить постиранное бельё, новое повесить, и что сделать, скажите, пожалуйста, и перейти, наверное, к тумбочке. Напишите, пожалуйста, вы ещё не устали от ежедневных уборок, но я скажу так, что у меня это каждый божий день. Каждый божий день у меня какая-то ежедневная уборка. Во-первых, я не могу находиться не в убранной квартире, я же говорю, я даже когда спать ложусь, я перед тем, как лечь спать, я пылесошу, вот, и потом я мою пол, и только после этого я ложусь спать. То есть я люблю реально чистоту. Возможно, возможно, если бы у меня не было животных, то, возможно, я бы это делала намного реже. Вот. Но так как они у меня есть, я это делаю очень-очень часто. Но мне это не доставляет дискомфорта вообще ни капельки. Мне наоборот нравится. Я же говорю, когда у меня нету, что поубирать, у меня начинается какая-то мини-депрессия. Типа, а что делать-то? А что люди делают, когда, ну, кроме работы? Я не говорю, что там кто не работает. Вот. Я, например, такая. Ну, и ещё, опять же-таки, я уже повторюсь. У меня после... Возможно, это какой-то мой личный... Как это правильно сказать? Я лично так снимаю себе стресс. Вот. Потому что я чувствую кайф от того, что я что-то делаю. И действительно, возможно, это просто моё личное, чтобы начать что-то делать, чтобы не чувствовать тревогу. Вот как это, наверное, правильно будет сказано. Поэтому я пошла это сейчас всё разложу и к вам вернусь. One moment. Я вернулась. И у меня, кстати, такая вот вещь началась после того, как я разошлась с мужем. У меня вот началась бзюм, конкретный бзюм. Я даже, когда к маме приезжаю в гости, я приезжаю туда, и первым делом я начинаю убирать. Уже мама к этому привыкла. Раньше она, конечно, бесилась на это дело. Я говорю, Маша, ты приехала в гости. Я говорю, мам, я кайфую от того, что я делаю. Поэтому дай мне делать то, от чего я получаю удовольствие. И всё. И вот таким вот планом я потихонечку схожу с ума. Ну, а что делать-то? Господи, иногда можно и с ума посходить. Как я люблю говорить, у каждого свой фетиш. Каждый сходит с ума по-своему. Я схожу с ума именно так. Пока убирала, увидела паутину. Так, всё. Кстати, кофе я себе так и не купила. Представляете, ходила с собаками гулять, а там так холодно, жутко просто. И мы на быструю ногу, лапу сходили погулять. У меня тут ещё осталось чуть-чуть стирки, sorry. И всё, я побежала быстро домой, потому что с собакам было холодно. Мне было тоже холодно. Я одела слегка, по типу пальтишка, да, футболочка. Даже варежки свои любимые не взяла. И что? И ничего хорошего с этого не вышло. На улице сегодня крещение. И сегодня очень холодно. Всё. Последняя стирка. И я... И я готова идти, наверное, туда. Но я на самом деле посмотрела, там нету ничего такого вау ужасного. Там всё чисто. Просто я хочу ещё раз пересмотреть и всё-таки перебрать всякие провода, которые уже не нужны, потому что там достаточно дофига проводов. Мне там оставить надо парочку USB-шных, парочку айфоновских и всё. Всё остальное можно утилизировать, чтобы оно просто не лежало, потому что оно каждый раз скапливается, скапливается, скапливается. И ты себе говоришь, оно надо, надо, надо. А потом приходит момент, и бабах, и ничего не надо. Мне, кстати, сегодня написали комментарий такой, типа хватает ли вам одного шкафа на двоих? Вернее, одной половинки. Ребята, хватает с головой. А знаете почему? Потому что я не люблю копить вещи. Если эта вещь мне не нужна, и я её не ношу там в течение года, то она просто убирается, утилизируется, и всё, её нету. Поэтому мы не скапливаем. Есть такие люди, которые любят скапливать всё, всё, всё. Из этого всего носят 2-3 вещи, а всё остальное просто лежит для того, чтобы просто оно есть, оно надо. Я не такой человек. Я, вы знаете, я делаю, наверное, даже каждые полгода в отделении именно не уборку, а перебираю вещи и выкидываю. Вот вчера, например, с Кирой перебирали верхние вещи. Я говорю, Кирюха, у тебя уже есть 3 курточки, может, тогда тебе пальто твоё, вот это синее, длинное, уже не нужно. Давай его уберём, потому что, ну зачем оно будет просто висеть и чего-то там ждать? Всё, мы его и отдали. Поэтому мы не скапливаем вот весь хлам, который нам не нужен. Мы от него избавляемся. И это даже хорошо, когда ты залазишь в отделение, такой, блин, а носить нечего. Пошёл, купил себе новую вещь, а не так, открыл отделение, там у меня дофига вещей, а носить нечего, но покупать не буду, потому что у меня дофига вещей. Нет, всё должно быть то, что нужно, то, что ты носишь. Если ты его уже не носишь, его нужно просто убирать из своей жизни. Советую всем. Так, так, так. Давайте посмотрим, что у нас. А у нас здесь вообще чистота и порядок, ребята. Нам тут ничего не нужно делать вообще. На самом-то деле. Сейчас я покажу, что у нас тут есть. На самом деле здесь вообще, посмотрите, просто всё идеально. Кстати, вот это вот эпилятор. Наверное, всё. Я с ним попрощаюсь, я его выбрасываю. Он уже не нужен, и вообще никто им никогда не пользовался. Потом у нас есть вот такая вот штука, но я её оставлю. Она делает гофрированные волосы, правильно я сказала. Ну да, такие вот, как бы кручёные. Штучка полезная. Оставим. Ещё есть у нас вот такой триммер. Тоже оставим. Также у нас тут есть снег, который просто лезет, но ему что-то очень важно. В этой коробочке у нас куча чехлов. Ребята, чехлы на 11-й айфон. Раз, два, три, четыре. Короче, вот это вот всё чехлы просто на 11-й айфон. Посмотрите, сколько их. Я в шоке. Жалко, конечно, их выбрасывать. Ну ладно, они полежат, может быть, они ещё пригодятся. От комаров. Полезная вещь оставим. Пластилин. Можно выкинуть. Снег. Так, это у нас фильтра для пылесоса. А вот это вот уже чехольчик на Акире новый телефон. Поэтому его мы оставляем. Фильтра для пылесоса одни. И ещё есть одни фильтра для пылесоса вторые. Это тоже всё важное. Есть щётка для пылесоса моющего. Тоже оставляем. Это вообще чехол на шестёрку айфон. Он вот такой светящийся. Видите, какой классный. И здесь тоже фонарик. Плюс он ещё идёт с пауэрбанком. Вещь нужная, полезная оставляем. Это мои карточки. Которые я никогда не ношу с собой, ребята. Потому что... Почему? Потому что они всегда лежат вот здесь. Вот. Прекрасно. Вот это вот. Даже не знаю, от чего пульт. Понятия не имею. От чего это пульт? Вот от чего это пульт? Скажите мне, пожалуйста. Дом. Включить. Выключить. Переключить. Громкость. А, я знаю, от чего это пульт. Это пульт от кубика, который у нас не работает. Что мне с ним делать с этим пультом? Да, выбрасываю я его. Дальше у нас есть съёмный диск. Или как ещё это называется? Вещь очень нужная. И классная, и полезная. Так. Это у нас медаль. Медаль Киев-Арт. А, это Кирюшкина медаль с танцев. Её вообще нужно в другое место положить. Но пока положим здесь. Это у нас штука от штатива. Тоже важная. Оставляем. Пусть будет. Так. Вот эта вот штука. Вообще не знаю, от чего. Сони. Сони, Сони, Сони. Это, по-моему, от камеры. От камеры, кстати, которая на балконе. Поэтому мы её туда и унесём. Камеру на балконе. У нас ещё есть фен. Но этот фен как бы типа запасной. Мы им очень редко пользуемся. Это вдруг на случай, если сгорит какой-то фен, то у нас есть ещё один. Я его никогда не выбрасываю. Всегда его оставляю. Коробочка от Airpods. Ту-ду-ду-ду-ду. Блин. Надо на место положить к Airpods. А то, по-моему, есть даже у нас зарядка, если я не ошибаюсь. А, нет. Уже нет. Здесь есть запасные штучки. Короче, коробочку надо к Airpods положить. Ещё одна медаль киреностанцев. Наверное, я вот это и вот это всё сейчас положу на место. Что вот это за гигантский шнур? Вообще не могу понять. Посмотрите просто какой и от чего. Понятия не имею, что это за шнурик. Выбрасываю. Так. Следующее. Ещё у нас тоже какой-то шнур. Тоже, наверное, от какой-то камеры. Занесу в камеры. Ещё у нас есть шнур USB. Оставляем его. Шнуры USB очень нужны и иногда. Парочку можно сохранить. Ещё один тоже шнур USB. Тоже его оставим. Ну, на всякий пожарный случай. Вот парочку может быть. И ещё один шнур USB. Понимаете, сколько у нас шнуров USB? Здесь у нас документы. Документы раз. Документы два. Паспорта собачьи. Кира на свидетельство. Это оставляем. Всё. Вот и закончилась уборка в самом интересном ящике, в котором всегда было просто миллион всего. И сейчас там практически ничего нет. Поэтому из всего этого гаммоза мы выбрасываем вот эту вещь и походу всё. А всё остальное мы сейчас занесём на балкон и сложим в ящик к камерам и к разным вещам, которые мы вчера с вами убрали и аккуратно сложили. Готовенько. А ещё мне Кира позвонила и говорит, мамочка, у меня завтра самостоятельная работа по математике. Ты бы не могла перенести мне репетитора на сегодня. Поэтому сегодня она идёт к репетитору, но очень-очень на поздно. Аж на 8.15 она идёт к репетитору. У неё в 9.15 он только заканчивается. Вот, но она попросилась самостоятельно, говорит, мамочка, я хочу написать завтра самостоятельную работу хорошо. Репетитора перенесли. Ждём Киру. И раскладываем то, что мы с вами нашли. Так, это мусор, это мусор, это в один шкаф. Снег. Тебе мячик нашла? А это тоже мусор. Это в другой шкаф. И это всё в третий шкаф. Красота. У меня что-то... Вешалка эта вообще. Ушла куда-то очень далеко. Походу она сломалась уже конкретно. И мне нужна срочно новая. Дождались. Сломалась. Окончательно. Надо покупать новую. Возможно, сегодня в мегамаркет зайду, посмотрю. Там, по идее, такие штуки продавались. Киру заведу к репетитору, потому что поздно уже будет. И мне нужно будет где-то погулять целый час. Буду гулять по мегамаркету, искать сушку новую. Потому что её нужно купить уже обязательно. Так как эта, видимо, изжила свой срок. Я не хотела покупать, не хотела. Думала, та доживёт, доживёт, не доживёт. Видимо, следующая сирка уже будет совсем-совсем печально. Так, всё, приглашайте меня к себе на уборку, потому что я сделала всё. Можно, конечно, ещё туда залезть. Но не сегодня. Не сегодня, ребят. Кирюшка идёт. Да? Ты шо? Опять не сама? Давай. Мне что-то показалось, что она не сама. Смотрите, у меня это классно. Свет выключаю. Какая-то полоска на зеркале. Свет включаю, полоски нет. И она за камерой ходит. А, это у меня опять фонарик светящийся. И поэтому опять синяя штучка. Смотрите, видите, да? Когда фонарик светится, у меня синяя штучка. Кто видит синюю штучку? Вот она. Ты. Вот она у меня на штанах. Это Эмелон. Хватит уже, я тебя прошу. Собака. Хватит гавкать. Что ты лыбишься, а? Иди. Я тебя, конечно, заждалась уже. Сейчас я тебе скажу. С какого этажа поднималась? С нулевого? С 05. Что, что? С 05. С 05? Я так и поняла. Я не знаю, как это, но ты типа понял. Я поняла. С минус. С 05 этажа. До 05. Что такая расстроенная? Что ты за математичка? А что случилось у тебя опять? Ну, у меня это сложилось. Какой математический текстант? Она видит эти правила. Которые надо очень... Я только писала. Я только писала. Зачем мне его еще написать? Может, я хочу отдохнуть? Может, у меня голова болит? Так это, наверное, уже другой же будет какой-то? Да. Только там больше правил. Ну как больше? А не больше. Ну, правила выучим не страшно. И сегодня еще к репетитору пойдешь. Бесит, блин. Прям вот так вот сильно? Ну да ладно. Все? Больше ничего интересного, кроме математички, которая тебя бесит? Причем я на классе хотела бы. Подой! Спасибо, когда-то одноклассненько. Ну, что-то мне не получилось. Ни капли не попало. А на кого попало? На все парты в классе. А, и кто вытирал их? Я с подругой. А почему ты с подругой? Я с подругой и два эпигурщика. Ага. Потому что она такая стерва. Короче, я поняла. Угу. Да. Все ясно. А та, которая обливала, вытирала? Не, я тогда вытирала только свою парту. Она, которая попала, немножко антисептиком. Ага. Да. Так тебя антисептиком хотели? Нет, водой. Фух, как все сложно и интересно. Теперь я немножко антисептика наливаю и на парту. И так и начала отмазать. А, ну, значит, вы два сапога пара. Одинаковые. Да, и потом она начала наливать воду на парту моей одноклассницы. Хотя она вообще ни при чем. Мои подруги, я такая, типа, что? Беру его, да, вглутил. Она и сяну ее. Это чистая карма. А покажи свое колечко, как красиво ты. Это у меня одноклассница. Ух ты, какое красивое. Под маникюр тебе подходит. Класс. Оценки никакие нету сегодня? Сейчас по английскому маникюр. Не в маникюр. Значит, еще не получила. Наверное, еще даже не получила я, потому что мне никакая не пришла. А ты смотришь? Я посмотришь, посмотришь. Должно быть. Хорошо. Обедаем? Да, я очень хочу кушать. Боже, да. А знаешь, что я хочу? Что? Я хочу борщик. Борщик. Зайка, хорошо. Но не сейчас. Завтра будет борщик, я тебе приготовлю. Договорились? Куртку свою положи на место, пожалуйста. Потому что что-то мне не нравится, что она там у тебя лежит. Не в нужном месте. Нет, 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 нет. Кир, нет. Мама. Нет. Но я посреди берем. Нет. Мама. Нет. Ты сломала? Нет. Я сейчас приготовлю покушать. Будешь потом кушать сухарики. Нет, Кира. Типа, мало. Нет. Не страшно, будет много маленьких греночек. Типа, мало. Нет. Ну ничего страшного не произошло. Будет много маленьких, я же говорю. Не надо много маленьких, мне надо целый. Угу. Ты Вику видела с Мирой? С Мирой? Да. Почему с Мирой? Ну не знаю, потому что Сережа сюда приходил и спрашивал, где Вика с Мирой. А, Вика с Мирой у вас? Я говорю, нет, Кира в школе. Они такие, да? Чего-то странно. Ну и, короче, и ушли. Ушли под мою школу. У-у-у. Так они тебя встретили? Очень прикольно. Они поразговаривали с охранником. Ну, нормально поразговаривали. Просит, как у них дела. Угу. Чем они занимаются. Угу. А потом их выгнали со школы? Нет, а потом я их продинамировала и убежала. Потому что все учителя, полшколы учителя, знают, что я с ними общаюсь. И думают, что это я прошу ходить ко мне в школу. Хотя я никого не просила. И поэтому я взяла их и притамила. Весело. Так, ладно, освобождаем мне кухню, я буду тебе готовить обед. А борщик будет уже завтра. Сегодня точно не будет. Сегодня мы с тобой к этому, к репетитору Ашкира, идем аж на 8.15. И аж в 9.15 он закончится. Я не знаю. Плевать. Угу. Тебе плевать, а мне не очень. Я в это время уже люблю спать, как ты знаешь. Можешь отменить, но завтра в школу я не иду. Или у меня будет единица. Слышишь, ты! Спрячься лучше от меня сейчас подальше. Понятно? Можешь. Ты мне условия ставишь? Дай подзатыльник дам. Дай дам подзатыльник. У тебя он Кока-Кола даже протестует. Нормально, да? Нормально. Так, ладно. Тогда я примлю ребенка. И что делаем? И учим с ней правила. Потому что завтра у нас самостоятельно. А правила без меня просто никак не учатся. В прошлый раз мы тоже с ней правила выучили. Она получила хорошую оценку. Сегодня много правилки? Ты правила забыла? Наверное, правила потеряла. Где? А где ты записывала, что ты его потеряла? Тетрадку сегодня по математике забыла. Положила себе листочек на парту. Ты собиралась в школу, да? Все, в школу взяла. Да, у меня закончилась тетрадка, я не знаю, что у меня закончилась. Я думала, мне там хватит, а у меня там не хватило. И нельзя было на листочке написать в другом, да? Нет, написала. Или на обложке. Я написала на листочке в другом. Иди листочек. Я потеряла, но как потеряла. Он порвался. Ну, мне порвало, он мне порвало. И что ты делаешь? Нет! Есть! А тогда что мне порвали? Почему ты на листочках пишешь? Потому что... Все. А вы говорите не контролировать? Что ты спросила? Вы говорите не контролировать? Да тут надо рюкзак перепроверять. Вечером, еще и утром. А почему вечером? Потому что вечером, чтобы все было сложено. А утром, чтобы ничего не достали. Потому что она утром, бывает, еще достает и забывает, что она что-то достала. Неправда. Конечно, неправда. Давай, учи уроки, я пошла готовить обед. Жизнь моя, макска, я тяжелая, веселая. Кирюшка, держи. Приятного аппетита. Знаете, что произошло? Только что Вика позвонила Кире и говорит, Кира, твоя мама может меня подстричь? О, представляете? Я плакала из-за того, что я Киру подстригла, а теперь мне еще надо плакать из-за того, что я Вику подстригу. Но Вика вроде бы хочет завтра прийти и подстричься, да? Да, представляете? Так что ножницы я, кстати, достала с мусорки. Так что я теперь завтра, возможно, буду еще стричь Вику. Вот так вот. А потом после Вики пойдут все остальные. Короче, нужно покупать себе машинку для стрижки и открывать здесь парикмахерский салон. Провожаем Кирюху к репетитору. Я их не знаю. Кира говорит, она их не знает. Мальчики нас провожают. Сейчас Кирюху отведем, дождемся. Потом нас приведут домой. Мы их снимали. И... Нас снимали? Мы их снимали. А, вас снимала видеокамера. Ну, возьмем. Сейчас вас снимают. Идем. Все. Пока-пока!